МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам организаторов, это уникальное творение не имеет аналогов в истории русского рока. Проект полностью поддерживается наследниками Виктора Цои и является единственным в официальном своем роде. Музыка группы «Кино» звучит в исполнении Большого симфонического оркестра, а все гитарные партии исполняются Юрием Каспаряном, одним из участников легендарной группы. Оркестровки написаны современным композитором Игорем Вдовиным. С 31 декабря по 5 января Новгородская филармония приглашает на новогоднее представление «Елка в Кремле» «Новогодний лайк». Музыкальные приключения отважных верных друзей-мушкетеров из мультфильма «Пес в сапогах» не оставят раннодушными ни вас, ни вашего малыша. На сцене концертного зала филармонии вас ждут интригующие загадки, увлекательные расследования, зажигательные песни, захватывающие противостояния и даже бои на шпагах. У праздничной елки в колонном зале ребята вместе с мохнатыми друзьями из разных мультфильмов проводят старые и встретят Новый год собаки. В новом году, 4 января, в 17 часов филармония приглашает на балет «Феерию» в двух актах «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Это удивительная постановка по сказке Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Ежегодно собирает полные залы. Теплая атмосфера праздника, ожившие куклы, горящая праздничными огнями елка, нежная Маша, коварный мышиный король, мудрый Дарсельмейер и прекрасный принц в сказочном королевстве. Все самые яркие образы воплощаются в этом фантастическом сказочном балете. Мужские сольные партии исполняют звезды балета Санкт-Петербурга Юрий Миров, Александр Мищенко и Андрей Яхнюк. А 5 января в 18 часов на сцене филармонии выступит звезда израильской эстрады, саксофонист Джей Севен. Концерт романтической саксофонной музыки – золотая коллекция мировых шедевров. Это не джаз, это музыка любви. Русский музыкант из Израиля вынимает душу зрителя – мир захлестнет музыкой любви. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал, танцует и даже прыгает во время игры на саксофоне и общается со зрителем. Концерт музыкой любви не оставит равнодушным даже самого притязательного ценителя музыки и, несомненно, доставит настоящее удовольствие каждому пришедшему на встречу с настоящей музыкой. 6 января в 17 часов на сцене филармонии Ефим Шифрин. Один из самых популярных артистов российской эстрады представит свою новую программу «Шифринизмы Нью». В нее вошли самые яркие и смешные номера прошедшего сезона. На счету артиста и непревзойденного исполнителя юмористических монологов многочисленные концертные программы – театральные спектакли, книги, кино и даже работа в цирке. Он постоянно удивляет зрителей новыми номерами, неожиданными образами. В репертуаре «Шифрина» много и вокальных произведений, в том числе романсы Дмитрия Шостаковича на слова Саши Черного. А умение рассмешить любого зрителя в зале – это бесспорно талант. А теперь к афише Центра культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». 22 декабря в Новгородском центре современного искусства откроется декабрьская выставочная волна. На суд зрителей будут представлены работы трех выставок. Областной фотофестиваль «Акаем» вновь собрал десятки фотографов, желающих показать свои работы. Это и известные в Великом Новгороде фотохудожники – Александр Кочевник, Марк Назаров, Борис Датсковский, Александр Орлов, Николай Шумилкин, Андрей Коткин, Владимир Щелканов и другие, пока менее известные, но все время принимающие участие в фестивале и получающие призы. В экспозиции, как и всегда, будут показаны работы большой группы фотохудожников-изборовичей из фотоклуба под руководством Константина Яковлева. В конце работы выставки будет издан каталог-буклет, а в голосовании за лучшую работу, как и всегда, смогут принять участие зрители. Организатор фото-выставки «Крым сегодня» – региональная общественная организация «Лицом к лицу», содействие диалогу религий и культур. Генеральный спонсор – фонд возрождения традиций, еврейский национальный фонд. На выставке представлены работы московских фотографов и фотографов из городов Крыма. Это виды природы, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. Выставка «Монохромный Петербург» о таком разном Петербурге. Самый фотогеничный и уж наверняка самый фотографируемый город России объединил своих поклонников из разных городов в интернет-сообществе «Тысяча одно фото Петербурга». Многие из авторов – непрофессиональные фотографы, но их объединяет любовь к фотографии и серьезный подход к своему увлечению. Была ли достигнута цель найти золотую середину между качественной классикой и творческими поисками – решать зрителю. В субботу, 23 декабря, в 13 часов, интеллектуальный клуб «Скворешня» приглашает на лекцию кандидата исторических наук Владимира Конецкого из серии «Исторический портрет» Владимир Мономах. Совсем скоро Новый год. Снегурочка вновь готовится к встрече гостей. Что же она приготовила для самых маленьких? Малышкина елка с Дедом Морозом, котом Мурлыкой и морской царицей ждет самых маленьких детишек и их родителей. Ребята постарше, 5-8 лет, побывают на море, где встретят настоящего пирата. Побывают в гостях у Восточного князя, театрализованной игровой программе «Невероятные приключения в подводном царстве». А вы знаете, как миньоны Новый год спасали? Детишки 8-9 лет приглашаются на новогоднюю вечеринку под этим смешным и веселым названием. А для тех, кто еще старше и очень любит играть в сыщиков, Снегурочка готовит новогодний детективный квест по следам собаки Баскервилей, а также Литл-дискотеку. Для самых старших, веселых, супертанцевальных ребят откроет в своей двери новогодняя дискотека «Диско Хаус». И еще одним сюрпризом от Снегурочки будет рождественский вертеп – кукольные представления для ребят от 2 до 12 лет. И все это в Центре культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». И уже в новом году, 4 января, «Диалог» приглашает на концерт от духового ансамбля «Олимпик Брас». Ансамбль объединил музыкантов, представляющих классические и джазовые школы. Основой творчества коллектива является музыка отечественного и зарубежного кино в авторских аранжировках трубача Александра Голикова. Это направление включает разнообразные жанры – классическая музыка, классический джаз и джаз 30-х годов, латинские мелодии, медленные босановы и джазовые баллады, современный джаз и классический блюз, зажигательные балканские композиции и клезмер, модный фанк, а также хиты мировой эстрады. А 5 января в 17 часов со стены диалога прозвучат лучшие казачьи песни в исполнении ансамбля «Сакма». Основатели и участники «Сакмы» – казаки и профессиональные музыканты. Яркие, дружные и талантливые. Они стремительны, как песни, яркие, как жизнь. Их музыка пахнет ветром, степью, скошенной травой и солнцем. Она умеет проникать в душу и оставаться в сердце навсегда. Каждая песня льется теплым дождем и пробирается сквозь потаенные уголки души. Она звенит, плачет, влюбляет, веселит, манит за собой и улетает на свободу, чтобы жить. Дорогие детишки и их родители, вы верите в чудеса и волшебство? Или вы еще не знаете, что это такое? Музыкальный театрик «Министрель» ждет вас в рождественский сочельник 6 января в 12 часов на самой настоящей волшебной сказке, где вы узнаете, кто такой Щелкунчик, отправитесь в чудесную страну Конфетербург и побываете на волшебном балу. Поможет нам попасть в сказку чудесная музыка Петра Ильича Чайковского и настоящие живые музыкальные инструменты – скрипка, флейта и виолончель. 21 января в 17 часов старорусская пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юни-Скварку приглашает на вечер фортепианной музыки. В программе прозвучат произведения Чайковского, Оренского и Рахманинова. А теперь к офиши Новгородского объединенного музея-заповедника. 22 декабря в 15 часов в здании присутствных мест откроется фотовыставка «Александр Невский. Имя России». На ней представлено около 150 работ, посвященных реализации программы 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Этот масштабный проект инициирован по благословению Святейшего Патриарха фондом Андрея Первозванного и Уральской горно-петаллургической компанией совместно с Московской Патриархией. За прошедшие годы выставка с большим успехом прошла в Храме Христа Спасителя, храме-памятнике на крови во имя всех святых в земле российской, просиявших в Екатеринбурге, в приказных палатах Псковского Кремля, а также в других городах России, связанных с именем Великого Русского Святого. В Никольском соборе работает выставка «Постигая Россию» – живопись Сергея Любимова и Азата Галимова. Она посвящена русскому пейзажу во всем его разнообразии. Камерные лирические пейзажи малых городов соседствуют с широкими панорамными видами Урала и солнечными картинами Крыма. Художники работали на Соловках, в Изборске, в Старой Ладоге, в Печорах, в Кашине, на Валдае, в Плесе, в Чувашии и в Крыму. Написанные с большой любовью пейзажи наполнены необычайной легкостью, реалистичностью, психологизмом и вызывают чувство искреннего восхищения. Любовь к своей земле – желание показать, как прекрасна Россия, вдохновляли художников на творчество. В Музее изобразительных искусств открыта выставка «Архетипы» авторской и народной игрушкой из собрания Новгородского музея-заповедника. На ней представлено 240 экспонатов. Неваляшки, каталки, звуковые игрушки, свистульки, жужжалки, погремушки, пищалки, трещотки, головоломки, игрушки на ловкость, волчки, бирюльки, кольцебросы, древнейшие фигурки образа в виде людей, животных и птиц. Экспонирующиеся игрушки – это произведения профессиональных художников и архаичные работы народных мастеров. Выставка эта адресована взрослой аудитории, равная как и детский. Она, безусловно, интересна художникам, коллекционерам, искусствоведам и всем, кому не безразлична тема игры в мировой культуре. Также в Музее изобразительных искусств продолжает работу выставка «Музыкальная история. Большой театр». На ней представлены 70 оригинальных экспонатов из фондов Музея Большого театра. Эскизы декораций и костюмов к спектаклям работы Константина Коровина, Федора Федоровского, Ильи Глазунова, Валерия Левенталя, Бориса Миссерера, костюм Мефистофеля, в котором в 1899 году дебютировал в Большом театре Федор Шаляпин. Платье Джульетты Галины Улановой и Кармен Майи Плесецкой. Костюмы Александра Ведерникова, Елены Образцовой, Николая Цискоридзе. Куанты знаменитых танцовщиц, элементы бутафории и более 30 фотографий сцен и спектаклей разных лет и афиш. В воскресенье 24 декабря в 15 часов по выставке пройдет экскурсия. В детском музейном центре ждет гостей увлекательно-познавательная выставка «В лесу родилась елочка». Наряженное еловое деревце, стоящее в доме на Новый год, кажется нам столь естественным, что не вызывает никаких вопросов. Подходит Новый год и мы по усвоенной с детства привычке устанавливаем его, украшаем и радуемся. Но если обратиться к истории русской елки, можно увидеть, как постепенно меняется отношение к этому дереву, как растет и утверждается его культ и как елка одерживает полную победу. Став всеобщей любимицей и символом Рождества и Нового года, она остается в памяти детей на всю жизнь. Обратите внимание, что ежедневно с 12 до 13 часов можно посетить резиденцию Деда Трескуна на выставке «В лесу родилась елочка». Маленьких гостей ждет интерактивная программа «В гости к Деду Трескуну» с загадками, сюрпризами, гаданиями, новогодней почтой и встречей с героем древних сказаний и легенд, повелителем зимнего холода Дедом Трескуном. В субботу 23 декабря в 15 часов начнется праздник «Новый год в музее». В программе «Встреча с Дедом Трескуном» на выставке «В лесу родилась елочка» и музыкально-кукольный спектакль «Снегурочка» в исполнении учащихся детской музыкальной школы имени Оренского. А в воскресенье 24 декабря в полдень маленьких творцов ждут на мастер-классе по изготовлению сувенира из фетра «Украшаем елочку». Затем в 3 часа дня распахнет свои двери музыкально-художественный салон «Картинки с выставки» с праздничной программой «Новогодний бал». Гостей ждет музыкально-кукольный спектакль «Снегурочка» в исполнении учащихся детской музыкальной школы имени Оренского. Это все, о чем успеваю рассказать вам сегодня. Отдыхайте содержательно, а повод выйти в свет всегда найдется. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова